Здравствуйте! На государственной телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В ряде регионов Западной Армении предупреждение по поводу погоды. Блинкен и Жан-Ив Ледриан подчеркивают необходимость долгосрочного политического урегулирования в Арцахе. Равнина Муша встретила аистов с приходом весны. Вооруженные села Азербайджана начали масштабные учения. Армения участвует в крупнейшей туристической выставке Ближнего Востока в Дубае. Реплика памятника Порта Сарпи-18 будет выставлена в штаб-квартире ООН. Сегодня день памяти Ваграма Аллазана. МЧС Западной Армении предупреждает о холодных осадках, пришедших из региона Черного моря в ближайшие дни. Благодаря этому в районе Трапзона, Карина, в провинциях Ван-дер-Симар, Дахан и Бетлис ожидаются осадки сверх нормы, сильные ветры, а в ряде регионов высоковероятность выпадения града. Имеется опасность оползней и селей на высокогорных дорогах. Министерство призывает граждан быть более бдительными. Вчера в телефонном разговоре госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ледриан подчеркнули необходимость долгосрочного политического урегулирования в Арцахе. Об этом говорится в сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Франции говорили о сотрудничестве в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, подчеркнув необходимость долгосрочного политического урегулирования арцахского конфликта, сказал Прайс. С потеплением аисты вернулись в сельские поселения вокруг равнины Муша в Западной Армении, где они поселились в собственных плетеных гнездах много лет назад. Равнина Муша находится на пути перелетных птиц. Она богата заболоченными территориями и сотнями видов птиц. В эти весенние дни также появляются вестники весны. Особенно гнездятся аисты в бассейне реки Арацан-Карасу. Вчера в Азербайджане стартовали военные учения, в которых принимают участие подразделения и части различных сил. Согласно сообщениям, в учениях задействованы до 15 тысяч военнослужащих, до 300 танков и бронетехники, 400 ракеты артиллерийских батарей разного калибра, реактивные системы залпового огня, 50 единиц военной авиации и беспилотные летательные аппараты. Азербайджанские ВВС используют дроны Байрактар ТБ-2 турецкого производства в приграничных с Арменией районах. Как передает Times.am, в районе Сюнинского района были замечены как минимум 3 единицы этой техники. Демонстрация силы Баку направлена на то, чтобы вызвать особую тревогу и панику на территории Республики Армения. Однако следует напомнить, что в силу международного права Арцах, Кардманг и Нахичеванье считаются неотъемлемой частью Западной Армении. И любая деятельность в этой области без согласия государственных органов Западной Армении является незаконной. Армения участвует в крупнейшей туристической выставке на Ближнем Востоке ATM Dubai 2021, которая официально открылась при участии 62 стран во всемирном центре Дубая. Как сообщает Армен Пресс, комитет по туризму информирует, что они участвуют в выставке с государственным павильоном вместе с рядом местных туристических компаний, представляя миру гастрономические, туристические и культурные достопримечательности Армении. Отмечается, что несмотря на ограничения на поездки, вызванные эпидемией, количество стран-участник выставки оказалось неожиданно большим, что связано с тем, что мировой туризм начинает подавать признаки восстановления. Копия статуи Пи-18 высотой 5,5 метров, расположенная в Порт-Ассари, провинции Урфа, старейшим в мире культурном центре, будет выставлена в штаб-квартире ООН. Согласно заявлению Министерства культуры и туризма, копия твердого известняка с номером Пи-18 в разделе «Структура Ди» в Порт-Ассари будет официально передана в дар ООН в качестве художественного подарка. Работа, которая будет постоянно экспонироваться в штабе ООН, даст возможность представить Порт-Ассар как всемирное культурное наследие. Вахрам Алазан от роду Габузян родился в 1903 году в городе Ванвас, Пураканской провинции Республики Западная Армения. Начальное образование получил в приходской школе Арарарского района на родине. Алазан лично видел и пережил трагедию геноцида против армия. Нашел убежище в семье в Ереване, где во время учебы специализировался на письме. В 1918 году Варар обработал в стипографии Урарту, а в 1921 в газете «Советская Армения». Его первое стихотворение «Красная победа» было опубликовано с подписью В. Габузяна. Затем в прессе публикуются его проза, стихи и рассказы, на этот раз с подписью Алазан. В 1922 году вышла первая книга писателя стихотворения «Игра лет». В эти годы Алазан активно участвует в литературной и политической жизни. Один из основателей газеты «Авангард». Редактор литературной газеты. Ваграму Алазану посчастливилось участвовать в Первом международном конгрессе по защите культуры, проходившем в 1935 году в Париже. В 1936 году троцкист, националист, контрреволюционер, член группы, организующей покушение на Берию, был приговорен к 10 годам лишения свободы по другим аналогичным безосновательным обвинениям. В 1946 году, отбыв наказание в десятках тюрин Советского Союза, он вернулся на родину. Однако, как бывшему политзаключенному, ему не разрешают жить в Ереване и высылают в Аштарак. Здесь Алазану, независимо от своего статуса и невыносимых условий, удается создать дом-музей Перча-Прощана. В 1949 году по высшепомянным безосновательным обвинениям на этот раз пожизненно его сослали в Сибирь. В 1954 году, будучи полностью оправданным, он вернулся на родину, но страдания, которые он перенес в тюрьмах и ссылках, не остались незамеченными. Он был прикован к постели 10 лет, до самой смерти. Вахра Малазан скончался 17 мая 1966 года и похоронен в городском пантеоне. Далее для вас барсах Кандачан, Сосногорани. Далее для вас барсах Кандачан, Сосногорани. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok